Сегодня мы рассматриваем притчу Иисуса о блудном сыне. История о блудном сыне, мы очень часто о ней уже говорили. Знаете, из трети всех литературных произведений, чтобы за такое небольшое произведение, чтобы было все описано. Знаете, все писатели мира говорят о том, что это действительно удивительное произведение. Почему? Потому что в небольшом сюжете рассказывается о самом темном стороне жизни человека. Это тогда, когда блудный сын растратил имение отца и оказался в свинарнике, и он хотел есть то, чем питались свиньи. Он был голодный, одинок. С другой стороны, также в этой истории очень подробно рассказывается именно самая яркая, светлая сторона человека. Это тогда, когда блудный сын вернулся к дому отца. Отец дал самую лучшую одежду, дал перстень на руку, дал обувь, заколол от кормального теленка и начал проводить пир. Это самая яркая сторона жизни блудного сына. Смотрите, когда мы возвращаемся к Господу Богу, Бог хочет также заколоть от кормального теленка и веселиться. И Он хочет нас. Однако мы же думаем, что мы должны своими стараниями, усилиями пойти, тогда будет хорошо. Поэтому всегда хотят пойти своим способом и терпят неудачу, и возвращаются к отцу. Но когда возвращаются к отцу, они находят истинное счастье. Об этом рассказывается эта притча. Смотрите, да, наверное, кто-то сейчас из вас просит у отца, «Господи, пожалуйста, дай Богущее имение богатства». Но на самом деле, если Бог даст нам богатство, то многие из нас будут жить именно распутной жизнью. Знаете, в Америке есть люди, которые получают выигрыш в лотерее. Но если посмотреть их жизнь, какой жизнью они стали жить, мы можем увидеть, что люди считают, что они несчастны, потому что у них нет денег. Однако есть те люди, которые из-за того, что имели деньги, становятся несчастными. До того, как они получили выигрыш в лотерее, они очень усердно трудились. Однако вдруг в один прекрасный день пришло миллион денег. И тогда у человека появляется множество-множество желаний. И то хочется попробовать, и другое хочется попробовать. Знаете, потом ты становишься должником, становишься алкоголиком, становишься несчастным человеком. Знаете, я тоже жил, и если бы Господь Бог, мне казалось, вот дал бы Он мне 500 миллионов, как было бы хорошо. Да, может быть, я построю центр для нашей миссии, и в Африке отправлю средства, чтобы построить центр. Но на самом деле, мне кажется, моя жизнь станет очень запутанной. Мне кажется, будет беспорядок, и мне будет появляться беспокойство. А вдруг кто-то у меня украл деньги, и что-то утаил от меня. Да, действительно, с одной стороны, нужны деньги. Но те люди, которые испытывают трудности из-за того, что не хватает денег, они испытывают меньше проблем, чем те люди, которые имеют много денег и испытывают трудности. Знаете, из-за того, что много денег, живут распутной жизнью, живут в алкоголе, грешат. Таких людей очень много. На самом деле, о чем Библия нам рассказывает? О том, что тогда, когда блудный сын находился в доме отца, и какая у него была жизнь, и потом, какая была жизнь у него, когда он ушел из дома отца. Когда находился в доме отца, он жил тем, что дает ему отец. Когда сталкивается с проблемой, трудностью, отец решает вместо сына эти трудности, и поэтому он мог жить спокойной жизнью. Он мог повиноваться отцу. Если отец говорит «делать то», он делал то. Если отец говорит «переработай поле», он перерабатывал поле. Такую удобную жизнь не жил. Да, когда отца не будет, тогда мне тоже нужно заниматься подобным делом, поэтому я иду, чтобы зарабатывать деньги. Но, интересно, блудный сын, он взял деньги, и идет в дальнюю сторону, и тоже по-своему как-то пытался хорошо стараться, трудиться, но он попал под соблазн девушек и растратил все имение, которое дал отцу. Что такое соблазн? Позвольте, я, знаете, я вот что-то подобное испытывал. Я очень люблю плавать. И однажды я пошел на сосновое поле, и там есть река, и хотел переплыть эту реку, и прыгнул в воду. Тогда у меня не было плавок, и не было, знаете, очков для плавания. Поэтому просто плывал, и потом думаю, наверное, я уже до середины доплыл. Поднимаю глаза, но не вижу того, чего должен видеть в середине реки. Я подумал, кто-то украл, что ли? И потом вижу, что я плыву совсем в другую сторону. Я подумал, что это такое? И течет большая река, и сбоку втекает маленькая река. И там образовался водоворот. И я оказался в середине этого водоворота. Я понимаю, что я должен выйти из водоворота. А как? Знаете, несколько раз я попытался выплыть оттуда, но у меня не получалось. Со всей силой, знаете, я напрягался. Где-то 10 минут плыл. Однако я не смог выйти из водоворота. Вы простите, пожалуйста. Хотя я в возрасте, где-то 10 минут я пытался плыть, но вся сила иссякла из меня. Как бы я ни пытался, у меня не получалось. И тогда я понял. А, вот как люди могут погибнуть. И поэтому, знаете, я находился в середине водоворота. И страх вдруг охватил меня. И тогда я закричал. Пожалуйста, кто-нибудь придите сюда. И тогда приплывала лодка. Знаете, на лодке стоит хороший пропеллер. И поэтому очень легко вышел из водоворота. То же самое, когда, знаете, вот есть мошенники, которые используют телефон. Если у тебя будет здравая мысль, будет очень легко. Но, когда ты начинаешь думать о том, что мои деньги сняты вдруг, нужно защитить их, тогда мы не можем вести здравую. Однажды я тоже попался таким мошенником, где-то в 3 часа дня, и вдруг мне спрашивают. Это у супа? Я говорю, да. Мы звоним вам из магазина Лотте. Только что с вашей картой была оплачена на сумму 3500 долларов. Я говорю, как это? Ведь карта со мной. Тогда у меня спрашивают, скажите, а может у вашей супруги ваша карта? Да нет, она со мной, рядом. Тогда этот человек говорит, странно. Хотите, я доложу об этом полиции? Я говорю, да, да, докладывайте. Потом через 5 минут мне перезванивает полицейский. Знаете, до этого был такой случай, когда я попросил за помощью полиции, мне только дали ответить через год. А тут полицейский отвечает через 5 минут. И полицейский говорит, скажите, а вы кому-нибудь ваш индивидуальный номер не отдавали? Я говорю, да, и по работе я отдавал кому-то. Мне кажется, кто-то использовал ваш индивидуальный номер и открыл банковский счет. Ну как это? На самом деле, если подумать, это невозможно. Но вдруг у меня появляются страхи. Поэтому он говорит, принесите вашу печать и вашу банковскую карту в такой-то банк. Я сказал, рядом есть банк с автобусной остановкой. Он говорит, да, приезжайте туда. И знаете, вот следуя за их указаниями, я подумал, я ведь в возрасте, я уже плохо соображаю. Идти одному как-то страшно. Поэтому я позвонил пастору Ким Сеону и спрашиваю, пастор, скажите, у нас есть брат, который работает в банке? Да, есть брат У Чон Хо. И я тогда позвал его. И потом сам иду по дороге. И вижу, есть полицейский участок. Я подумал, ага. Ведь в такой ситуации нужно обращаться в полицию. И я захожу, у меня спрашивают, о, дедушка, а вы по какому делу пришли? Я говорю, вот такая вот такая ситуация. Тогда они мне говорят, это мошенники, нельзя ни в коем случае туда идти. Да, да, я тоже так подумал. И потом, знаете, у меня взял телефон и спрашивают, вы пришли в банк? Я говорю, нет, я еще иду. Тогда я спрашиваю полицейского, хотите поговорить с ним? Да. Алло, алло, кто вы такой, кто вы такой? Тогда в трубке спрашивают, а вы кто такой? Я полицейский. И тогда сбросили телефон. И полицейский так ругался за то, что сбросил тот человек. И после этого пастор Кинг Цио Хо и брат О Чио, знаете, нарушая правила дорожного движения, они мучались ко мне. Потому что они думали, что вот пастор Ук Цио Хо попался мошенникам, и его сейчас обманят. Но с одной стороны, да, когда я начинаю думать о том, что с моего счета снимут большую сумму денег, я не могу здравомыслить. И поэтому, на самом деле, странно то, что полицейский, да, за пять минут добрался. И тем более, суббота, да, когда банки не работают, говорят, прийти. Да, если подумать, да, это невозможно. Однако, знаете, мошенники очень хорошо используют психологию людей. И когда мы веруем в Иисуса Христа и верой идем, на самом деле, я за это очень благодарен Господу Богу. Да, и в моей жизни были такие ситуации, когда меня соблазняли деньгами. И каждый раз Господь Бог ведь смотрит на меня, Иисус ведь смотрит на меня. Знаете, очень много у меня было такой души. Знаете, я ни в коем случае не умный человек. Когда я служил в армии, я отвечал именно за кадры. И поэтому я оценивал людей за сдачу экзаменов. И если я дам первое, второе, третье, четвертое, пятое место, тогда они могут пойти в хорошую часть. И каждую неделю приходят пять рудов. То есть, получается, я могу отправить 25 человек в хорошую часть. Они пишут карандашами, поэтому я могу просто стереть, да, и поставить правильно ответы. И если пару штук так сделать, тогда я смогу заработать деньги. И действительно, были такие ситуации, когда они предлагали деньги. Но знаете, за что я был благодарен? Да, был соблазн. Однако, с другой стороны, Иисус Христос был очень близок к моему сердцу. И я думал, ведь Иисус смотрит на меня, на эту ситуацию. Это не угодно Иисусу. Да, я делал ошибки, я не жил правильной жизнью только. Но то, что Иисус находится в моем сердце. Знаете, если я сейчас обманул Иисуса, тогда в следующий раз, как я смогу молиться перед Иисусом? Такая душа была у меня. Когда впервые я потерял перчатки. На самом деле, в армии не называют, да, что это воровство просто перенесся с места. И я подумал, мне тоже нужно украсть перчатки. Да, можно ночью проснуться, притвориться, что ты идешь в уборную комнату, и потом возвращаешься, ты можешь украсть перчатки, и тогда никто даже не заметит. Но у меня была такая душа. Да, может быть, сейчас никто не заметит. Но если попадешься, тогда как ты будешь проповедовать для твоих солдат? Знаете, я плохо проповедовал. Однако в Акоктонге, когда сестра Сон уверовала, я был так рад, так счастлив. И после этого Чанг Пали, брат Ким Чунг Ной, такие братья, уверовали. До сих пор те люди, которые говорили, что они грешники, теперь они говорят, что они оправданы, и они любят Иисуса Христа, они хотят отдать свою жизнь ради Господа. Когда я видел подобные вещи, я был счастлив. Знаете, я плохо проповедую, но один человек получает спасение. От этой мысли я был очень счастлив. И в Чанг Пали 30 или 40 человек получили спасение. И уже 40 человек ходили к нам в церковь. И когда я думал об этом, я подумал, я не могу ни в коем случае, знаете, делать так, чтобы Богу было обидно за меня. Были соблазны, однако я мог устоять перед эти соблазнами. Каждый раз, каждую неделю приходили солдаты и просят, чтобы меня отправили в хорошую часть. С деньгами они приходили. И в субботу вечером. Знаете, мы проверяем их экзамены. И получается, мы должны в субботу докладывать, а там уже берут 1, 2, 3, 4, 5 и отправляют ту часть, к которой куда они хотят пойти. И поэтому я, на самом деле, мог стереть, знаете, вот эти тесты и поставить правильные ответы, и таким образом получать большие средства. Но за что я был благодарен, на то, что когда я служил в армии, мое сердце было очень чисто перед Богом. Я не хотел использовать никакие человеческие способы. Я хотел, чтобы все было через Бога. И поэтому я ни разу так не пробовал. Знаете, один офицер даже, старший лейтенант, я отвечал именно за сдачу экзаменов солдатов, и поэтому по должности я был выше, чем он. Но он говорит, «Эй, Уксупак, вот этого сделай, чтобы он был первым». Начал кричать мне. Я сказал, «Нет, я не могу так сделать». «Как ты смеешь дерзить мне? Ты что, сделай, если я сказал, делай». Тогда я сказал, «Офицер, вы делайте, я не смогу делать, потому что я ни разу так не делал». «Ты что, умереть хочешь?» Я сказал, «Господин офицер, если я буду докладывать сладшим офицерам, тогда это будет серьезная проблема. Поэтому, пожалуйста, не нужно так на меня давить. Я ни разу так не делал». Он сказал, «Вот посмотришь мне». И я говорю, «Ну, смотрите, да». Я про себя подумал, да. Наоборот, вы лучше хорошо посмотрите, тогда у меня будет возможность вам передать Евангелие. Даже в тот момент я, знаете, я мог смело так сказать, потому что если бы до этого хотя бы так я сделал бы, тогда я бы, наверное, точно бы послушал святого офицера. Но тот Бог, который помогал мне в армии, если Он будет помогать мне в жизни, я думал, что даже в сафари я смогу выжить. Где я не окажусь, я смогу выжить. У меня была такая вера. Да, были трудности, были тяжести. Это правда. Были такие ситуации, когда мне казалось, что у меня не получится. Были ситуации, когда у меня были проблемы. Но ни разу Господь Бог не отворачивал своего лица от меня. Когда я не умер, чуть не умер, когда было течение утечка газа, но Господь Бог защитил меня. Господь Бог, находясь рядом со мной, Он очень близко находился и помогал мне. Порой бывали такие ситуации, когда я следовал за моими плотскими желаниями, и тогда я сам пугался и открывал Библию, и потом я благодарил тому, что Господь Бог находится рядом со мной. Даже если весь мир прав, но я не могу работать, обижая Господа Бога. Знаете, наши братья и сестры говорят, что получили прощение грехов, но они идут в этот мир. Это то же самое, как блудный сын уходит из дома отца. Если мы посмотрим историю о блудном сыне, блудный сын уходит из дома отца, идет в дальнюю сторону, там, где есть удовольствие, вроде бы есть счастье, радость, но это радость, это удовольствие превращается в печаль, в отчаяние, в депрессию. И та радость, которую Господь Бог нам дает. Бог любит нас, и Он пребывает вместе с нами. Младший сын, когда вернулся в дом отца, знаете, уже все, что у Него было, приходит в порядок. Это было удивительно. В 1962 году, когда я получил спасение, я так часто плакал. Знаете, за два года после того, как я получил спасение, все мои проблемы, все мои долги были приведены в порядок. И потом, я находился в миссинской школе, передавал Евангелие. Я не умел хорошо передавать Евангелие, и не было людей, которые получали спасение. И были такие моменты, когда я опаздывал на собрание, и меня наказывали. Но даже тогда, в моем сердце, поскольку был Бог, я очень радовался, и я был очень благодарен Господу Богу. Когда я находился в Акуктуге, ни на что я не мог надеяться. Однако, Господь Бог, Он ни разу не оставлял меня. И Господь Бог, Он слышал мою молитву, а также Бог сделал, чтобы я мог жить рядом с Господом Богом. Когда был суд, знаете, многие люди обманывают, используют деньги, чтобы защитить себя. Но Господь Бог был со мной. Да, я находился в такой ситуации, но Господь Бог так сделал, чтобы я ни в коем случае не проиграл этот суд. И что я могу точно сказать? Знаете, я не добрый, я не какой-то честный человек. Однако, тот Иисус, который пребывает внутри меня, Он светлый, Он ясный. Поэтому, Иисус Христос, если будет вести меня, тогда ничто не будет проблемой. И даже сейчас, я уже в возрасте, но даже если я сегодня умру, или если я умрешь через 10 лет, через 20 лет, однако, Господь Бог, Он ясно будет вести мою жизнь, Он держит мою жизнь. Знаете, я не то, что много проповедую, или хорошо проповедую, не поэтому Господь Бог держит меня. Все мы являемся детьми Божьими. Поэтому, когда блудный сын вернулся к отцу, для отца, он являлся все равно отцом. И Он растратился с блудницами, но все равно отец принимает. Он у них спрашивает, почему ты так сделал, то сделал. Он говорит, принесите лучше одежду, дайте персень на руку, дайте обувь на ноги. Знаете, это такие удивительные слова. Да, в этом мире, если мы сделаем плохое, что мы можем сказать? Да, как ты смеешь так поступать с моим имуществом? Бог не сказал так. Отец что говорит? Приходи, возвратись, сынок, вернись ко мне. Чтобы, неважно, какой грех мы совершили, какое зло мы совершили, Бог делает, чтобы мы могли вернуться к Нему. Если мы сможем вернуться к Господу Богу, то мы будем благодарить Господа Бога за это. Наш Господь Бог. О чем хочет сказать? О том, что если ты находишься вне отца, даже если ты мудрый, даже если ты умный, однако все равно тебе будет ждать гибель. Если же ты можешь пребывать в отце, тогда, даже если есть трудности, даже если ты бедным был, голодным был, это не проблема. Вот о чем свидетельствует нам Библия. Знаете, Он отвечает нам не потому, что мы хорошо молимся, не потому, что вы что-то сделали хорошего, поэтому Бог отвечает на ваши молитвы. Нет, неважно, что мы надеялись, если мы возвращаемся к Отцу, если мы посредством крови Иисуса Христа бежим верой вперед, тогда Господь Бог, Он проявляет Свою милость, дает нам Свою благодать и ведет нас. И это, на самом деле, за это я был очень благодарен Господу Богу. Господь Бог через нас, Он хочет действовать. И даже Бог, когда сын вернулся к отцу, представляете, отец, он дает перстень на руку, обувь дает, так ведь? Отец считает, что это ущерб ему? Нет, он считает, что это радость, он считает, что это есть счастье. Да, этот сын, проблемный мой, вернулся, так думать? Нет, он, наоборот, с радостью принимает своего блудного сына. То же самое между нами и Господом Богом. Не нужно думать о сомнениях, не нужно думать о тьме. Когда мы будем единым сердцем с Господом Богом, это есть вернуться в дом отца. И когда мы возвращаемся к отцу, я понимаю, что, «А, лучше, что Господь Бог для меня сделал, когда я следую за Словом Господа Бога». Тогда, с того момента, Господь Бог, Он начинает защищать все, что у меня есть, Он начинает вести меня. И это настолько благодарная вещь. Знаете, порой в нашей церкви появляются проблемы, связанные с тем, чтобы родить ребенка, и поэтому братья-сёстры приходят ко мне, чтобы получить молитву. Я, когда мой сын вырос, должен был женить моего сына. И в те годы уже началось мероприятие молодежной организации «Айвэф», и у нас в церкви появились очень многие сёстры. И однажды я разговаривал с моей супругой, и я говорю, «Дорогая, вот наш сын, Янгук, должен жениться». Но я сказал моей супруге, «Дорогая, давай ни в коем случае, что касается именно женитьбы нашего сына, пускай невестку выберет, не мы, а пускай Бог выберет». Поэтому, дорогая, прошу тебе, даже если какая-то сестра тебе нравится, ты закрывай свои глаза, я тоже буду закрывать свои глаза. Больше всего я боялся. Да, есть очень драгоценные сёстры, однако всё равно человек является человеком. С какой-то стороны они прекрасны, но с другой стороны, да, есть такие вещи, которые думаешь, «Вот почему они так поступают?» И когда моя невестка вышла замуж за сына, я подумал, «Если вдруг я буду видеть её недостатки, тогда я буду постоянно ругаться, но это же тоже неправильно». И я решил, что касается именно невестки, пускай Иисус разрешит нам. с такой душой я ждал. И я сказал моей супруге, «Дорогая, что касается именно свадьбы нашего сына, я так думаю. И поэтому я прошу тебя, даже если это очень хорошая сестра, ты не прикасайся к этому делу. Давай будем ждать ту, которую Бог для нас приготовил». И жена сказала, «Хорошо». Я сказал моему сыну, «Сын, тебе уже пора жениться». И вот я вот так, вот так подумал. И поэтому, сын, пожалуйста, ты тоже не выбирай сам. Пускай Господь Бог выберет, и мы будем ждать ту, которую Бог для тебя приготовил. И мы просто ждали. И наша невестка, знаете, она выросла в Бразилии. И она сдала государственный экзамен в Бразилии. И потом, когда она сдала экзамен, миссионер сказал, «Слушай, а давай ты поедешь в Корею и получишь именно духовное наставление». И так отправил ее в Корею. И так она приехала в город Тейчон, в церковь. Я жил тогда на седьмом этаже, а вот она жила на этаже, где пастор Ким Сохон был, этажом ниже. И практически мы с ней не виделись. Да, я ее знал, потому что, когда я был в Бразилии, она переводила мне. И несколько раз она переводила мне, но я ни разу не думал о том, что она может стать невесткой. И сын должен был жениться. И однажды пастор Ким Сохон пришел ко мне и говорит, «Пастор, знаете, вот вашего сына пора женить, разве не так?» Я говорю, «Да, нужно женить его». «А как вам вот эта сестра Чома, которая из Бразилии?» «Знаете, я не мог принимать решение, потому что человек Божий говорит». И поэтому я сказал, «Как вы скажете, так я поступлю?» И знаете, сколько процентов, да, я могу знать, да, какая она внутри. Я, конечно, могу увидеть только внешнюю сторону. Но знаете, мой сын, говорит, потом сказал, да, что на самом деле она внешне не нравилась. Она много плавала, и у нее были широкие плечи. Да, и он про себя думал, «Что это за девушка, да, с такими здоровыми плечами?» И увидев ее, он был очень сильно потрясен. Ну, я повиновался просто слову. И когда они женились, я сказал, «Чома, знаешь, обычно, когда женятся, часто ругаются со свекровью, но я вижу, ты ни разу не ругалась, да, с моей супругой». Это удивительно. Она говорит, «Нет, просто свекровь, она очень хорошая». Я сказал, «Слушай, я же знаю мою супругу, она ни в коем случае не хорошая. Да, она очень строгая». Но она сказала, «Нет, нет, нет, она очень хорошо мне делала. Когда я вижу подобные вещи, знаете, когда что-то мною получено и то, что сделано Иисусом, оно очень сильно отличается. И поэтому, когда мы ведем майн-образование, есть способность глубоко размышлять. на самом деле, когда мы выбираем просто первичную мысль, да, мы хотим легко следовать за этими мыслями. Но если дважды подумать, тогда мы увидим, что вторичная мысль намного лучше, чем первостепенная мысль. И когда мы третий раз подумаем, тогда мы увидим, что это еще лучше. Это касается не только людей или работы, когда мы строим какое-то здание. Братья должны глубоко размышлять. Однажды я поехал в Чанан, и там Барат построил молитвенный дом. Я думал, что сделали только основу, а там уже построили здание. Однако, когда я увидел, мне это очень не нравилось. Почему? Потому что, чтобы построить такое здание, обычно строить на горе, а там, где низко, низменность, там используют для, например, для футбольной площадки. Однако, там же по-другому построили, и поэтому я подумал, про себя, надо это перестроить. Но если я скажу, чтобы перестроили, тогда все, наверное, будут ругаться, я подумал, поэтому я не сказал ничего. Но был рядом пресс-фиктор, который занимается строительством, я у него спрашиваю, как вы думаете? Он говорит, но пастор, уже одну треть построили, и поэтому, мне кажется, перестроить будет очень сложно. и пресс-фиктор, он очень хороший, очень правильный. Но каждый раз, когда я иду туда, мне так обидно, что именно, вот, если бы это было на вершине горы, тогда бы и влажно, так не было бы в здании. А внизу, футбольная площадка, можно заниматься спортом, так хорошо. в этот раз в Чонане, там очень хорошая земля, поэтому даже хотели построить школу, но из-за того, что здание первое построили неправильно, поэтому я не мог построить школу. Вот первостепенная мысль и второстепенная. Знаете, казалось бы, нет большой разницы, но если ты не знаешь, надо просто посмотреть, как строят, тогда можно всему научиться. Когда мы думаем первостепенной мыслью, нам кажется, сто процентов мы правы, но мы должны именно оставлять наши первостепенные мысли и спросить у человека Божьего, который лучше знает Слово Божие, тогда намного лучший способ мы сможем обнаружить. Знаете, они говорят не свои мысли, они ищут способ у Иисуса Христа, и поэтому этот способ намного лучше. Мы часто следуем нашими мыслями и это приводит нас к несчастью. Но что мы должны знать? О том, что наши мысли, чуть-чуть мы должны их поменять. А, мне хочется то попробовать и другое хочется попробовать. Нет, ладно, знаете, когда мы просто едим, да, там не надо сильно отдумать. Да, есть то, что тебе хочется. Если ты плохо себя чувствуешь, надо есть то, что полезно для здоровья. В этом плане очень просто. Однако, что касается нашей жизни, я не должен следовать за первичной мыслью, которая у меня появляется. Есть жизнь, которая говорит на Библии. И 15 глава Евангелия Луки рассказывается о жизни в отце и жизни вне отца. И оно полностью отличается. Даже когда мы верим в Иисуса, тот, который не знает глубоко Библию, он не думает о сердце Божьем и поэтому следует за человеческими способами. И тогда, получается, он следует за плотскими желаниями. Знаете, в детстве у нас в учебнике была история о золотой рыбке. дедушка рыболов, который жил в очень-очень ветхом доме, он жил в ветхом доме, и однажды он закинул сеть, и попалась ему золотая рыбка. И попалась золотая рыбка, но золотая рыбка плакала и сказала, «Ой, пожалуйста, рыболов, отпусти меня, тогда я тебе обязательно заплачу за твою милость». И тогда стало жалко эту золотую рыбку, и поэтому он просто отпустил. И тогда поблагодарила золотая рыбка рыбака. Но когда рыбак вернулся домой, тогда бабушка начала ругаться и сказала, «Ты зачем просто отпустил? Хотя бы попросил бы хорошее ведро, а то наше ведро, оно старое и плохо. Зачем ты просто отпустил?» Тогда этот дедушка пошел, да, бодей сказал, «Ой, золотая рыбка, пожалуйста, вот бабушка просит дать ведро». И тогда золотая рыбка сказала, «Хорошо». И он приходит домой и действительно есть ведро. И он думал, что бабушка будет радоваться, но бабушка говорит, «Вот зачем ты мне только это ведро попросил? Надо было попросить хороший дом». И тогда бабушка начала ругать дедушку. Тогда этот дедушка пошел, говорит, «Ой, золотая рыбка, золотая рыбка». Вот бабушка просит, ей нужен хороший дом. Тогда она сказала, «Хорошо». И он приходит домой, и тут хороший дом действительно. Но она говорит, «Зачем мне хороший дом только? Мне нужны служанки, и то нужно, и все нужно». И тогда потом говорит, «Я хочу стать царицею до моря. Сделай, чтобы я стала царицею». И тогда дедушка со слезами идет к золотой рыбке, говорит, «Золотая рыбка, эта бабушка просит, чтобы ты сделал ее царицею». И хочет всем управлять, всем править. Тогда золотая рыбка послушала, послушала и уплыла. И когда он пришел домой, ничего не стало, и ведро старое, разбитое. Есть такая история. Я думаю, что современные дети не знают подобную историю, или у вас тоже было в школе. Я уже пожилой человек, и у нас в школьных учебниках была эта история. То есть желание человека, оно уничтожает людей на самом деле. И поэтому ваши желания сами по себе. Плохими словами, это плохие желания, да? Да, порой иметь желание тоже неплохо, но Иисус Христос, который умер за меня на кресте, когда мы сердцем, которое любит Господа, когда мы живем ради Евангелия, и когда мы просто живем, на самом деле это разница как небо и земля. Знаете, живя в этом мире, вчера студенты сказали, пастор, знаете, я вот не хочу быть пастором, а надо ли поступать мне в Миннесенскую школу? Я не понимаю их. Я, когда мне было 19 лет, в те годы, знаете, от 19 летних людей, если того времени собрать, я был, наверное, последний из всех. 19 лет, когда я получил прощение грехов, я много раз перечитывал Библию. Раньше я читал только литературу, Библию. каждый день нужно было искать новую книгу, и это было очень непросто в те годы, а Библию же было достаточно читать и читать и читать, бытие, исход, левит, чистом второзаконии, и когда я читал, знаете, на протяжении года я несколько раз перечитал Библию и начал видеть рамки Библии, и потом начал обнаруживать сердце Господа Бога. И что я смог обнаружить в Библии? Я увидел, что Господь Бог, о Котором говорится в Библии, Он такой святой, такой чистый, я же был таким скверным, грязным, злым, таким хитрым, такого я себя обнаружил. Однако, когда я впервые читал Библию, мне казалось, это было первое, что я обнаружил. Любую главу открою в Библии, Господь Бог, Он был свят, у Него было много любви, Он был многомилостив, Он был тем, который прощает нас. Однако, у меня же было много плохого, вот чуть-чуть плохое мне сделал, я сразу ругался, кричал на них. И такого меня, если я вырасту, смогу мне стать великим человеком? Нет, не смогу. Я знал, что я очень некрасивый человек, поэтому мне было несложно ломать ломать мои мысли. У меня не было мудрости, поэтому я открывал Библию, и я мог приобретать мудрость Господа Бога. и чем я взрослее становился, знаете, ближе и ближе становился к дому отца. Знаете, сейчас я уже в возрасте, и я уже начинаю задумываться о смерти. Когда я думаю о смерти, знаете, мне так радостно становится. Мне уже 77, и если 3 года еще поживу, тогда мне 80 лет. Я подумал, если я 80 лет умру, как я умру? Если я думаю об этом, 80 лет я жил ради Евангелия. Сам факт от этого, неважно, хорошо я делал, плохо делал, я благодарен Господу Богу за то, что я мог жить такой жизнью. И знаете, и в прошлом году, и в этом году, месяц прошел только 2020 года, но я мог передать тысячам людям Евангелие. И сейчас у меня есть недостатки, слабости, однако я могу жить передавая Евангелие, и когда я думаю об этом, у меня есть огромная благодарность. Знаете, то, что я могу передавать Евангелие, от этого у меня появляется огромная сила. Обычно час передаю Слово, но в последнее время я говорю два часа или два с половиной, полтора часа, и даже когда передаю Слово, я не болею. А потом, когда перестаю проповедовать, тогда снова ко мне приходит присуда. Я кашляю, а когда я передаю Евангелие, я перестаю кашлять. И я рассказываю все, что хочу рассказать. И многие истории из Библии исходят из моего сердца. Они говорят мне, когда я говорю о прощении грехов, сначала у них такие широкие глаза, а потом, когда я смотрю, я вижу, как они начинают понимать значение слова. на самом деле, Библия это не такая сложная книга, как нам кажется. Если мы оставим свое, тогда нам очень легко будет получить спасение. А, и они говорят, я этого не знал, и потом начинают радоваться, знаете, некоторые танцуют, веселятся. И когда я вижу это, у меня есть огромная благодарность. Блудный сын, когда вернулся к отцу, отец, он радовался. Один грешник, когда возвращается к Богу, вы представляете, как радостно Господу Богу. Однако, если сто грешников вернулись к Богу, представляете, как это радостно. А если тысячу человек возвращаются к Богу, Господь Бог ради меня, тысячу человек, две тысячи человек он приводит. В прошлом году, когда мы встречали Новый год, представляете, сто тысяч человек собрались, и я перед ними, я 90 минут передавал Евангелие. Да, нельзя сказать, что все они прямо уверовали в Господа Бога. Однако, они, если могли услышать Евангелие, ничего ценнее этого нет в этом мире. Самому некрасивому человеку, как я, Господь Бог, Он открывает путь, чтобы мы могли передавать Евангелие. Я очень благодарен Господу Богу за это. Старший сын, так, не знаю, как страдал младший сын, просто обижается из-за того, что его часть могут отобрать у него. Однако, у отца есть такое имение, но ему не жалко дать младшему сыну. Главное, что младший сын вернулся живым. За это он благодарен. Да, есть те, которые уходят из церкви, попадают под искушение, и жалко таких братьев-систер. Но отец искренне хочет, чтобы они также вернулись. Это я мог увидеть. Знаете, когда мы идем к нашему Богу, отцу нашему, я потерпел провал, но если я вернулся к отцу, как блудный сын, то блудный сын, тогда он становится сыном, который лучше, чем первый сын. Потому что этот сын знает свои недостатки, он знает свои ошибки. И он знает, что он пренебрег отцом, и поэтому его сердце знает, какой он. Поэтому это намного лучше. Знаете, когда я читаю Библию, у меня есть такая большая благодарность. Я некрасивый человек, но сейчас я нахожусь в доме отца. Я могу здесь передавать Евангелие. Наша церковь. Самое интересное то, что не только бастора должны передавать Евангелие, но и пресс-виктор должен передавать Евангелие. Правильно? И дьяконы могут передавать Евангелие. Дети воскресной школы могут передавать Евангелие. Даже тот человек, который сегодня уверовал, может передавать Евангелие. Сестра, которая свидетельствовала, которая сказала о том, что таким образом она получила прощение грехов, и даже она может свидетельствовать передавать Евангелие. Таким образом мы становимся ближе Господу Богу, и Господь Бог помогает нам. И тогда мы ближе, ближе становимся к Богу. Не просто, знаете, пришли на собрание, час послушали и ушли. Мы обсуждаем Слово, общаемся друг с другом, делимся Словом, и наш дух обновляется, становится ближе к Господу Богу. И наши мысли становятся совсем другими, они становятся намного лучше, и становимся ближе к Господу Богу. Знаете, раньше я был голодным, и часто я голодал, и я начинаю молиться Господу Богу, чтобы Бог дал пищу. И когда я сначала начинаю молиться, я прошу Господа Бога, чтобы Он дал пищу. Но когда я начинаю погружаться в молитву, тогда я начинаю молиться так, Господь Бог, скажи, пожалуйста, чем, в чем одеваются люди, которые живут в Тихом океане? Кто может передать Евангелие, Господи? Помилуй, чтобы мы могли передать таким людям Евангелие. Господи, кто живет в Африке? Так ведь многие люди живут, а какие там болезни, Господи? В какой жизни они живут? Помилуй, чтобы мы могли туда отправить миссионера. Представляете, я вдруг начинаю молиться об этом, и когда я молюсь об этом, у меня появляется огромная сила. Когда потом открываю глаза, я понимаю, что это всего лишь мечта. В нашей церкви не хватает денег, чтобы питаться, чтобы нагревать молитвенный дом, и то, и все нужно сделать. Какой там Тихий океан? Какая Африка? Забудь про эту мечту. Но один раз испытаю, второй раз увижу в такой молитве, и потом я начинаю понимать, что оказывается не я молюсь, а Господь Бог ведет мою молитву. Тогда Господь Бог исполнит ту молитву, которую Он делает, чтобы я молился. Да, недавно мне премьер-министр из одной страны, которая расположена в Тихом океане, тоже пришло письмо, чтобы я приехал к ней. Господь Бог именно таким образом Он делал, чтобы мы читали мои лекции, а через мои лекции, чтобы мы обучали государственных сотрудников. Знаете, самое главное это глубоко размышлять. Когда мы глубоко начнем размышлять, я часто говорю им, компания Hyundai, да, она очень хорошо вошла в рынок в США. И как это стало возможным? В Америке, когда делали автомобили, им давали гарантию на два года или на 20 тысяч миль. Однако, компания Hyundai, они создали машину, которая не ломается. И как сделать машину, которая не ломается? Казалось бы, ну, это невозможно. Однако, если подумать глубоко, тогда это достаточно возможно. нужно менять те запчасти, которые чаще всего продаются. Почему? Потому что они много ломаются. И они начали изучать, почему эти запчасти ломаются. И когда это изучили, компания Hyundai начала отпускать машины, которые не ломаются. И пастор ему говорит, 12 лет ездить на своей машине Hyundai, и оно не ломается. И когда компания Hyundai начала продать автомобили в США, они начали говорить, если другие машины дают гарантию только на два года или на 20 тысяч миль, то компания Hyundai дает гарантию на 10 лет и 100 тысяч миль. В Америке очень дорого стоит человеческий труд, и поэтому содержать сервисный центр это очень дорого. Но они сказали, что они смогут дать такую гарантию. И тогда действительно компания Samsung выпустила машину, которая меньше всего ломается. В Сеуле вы не увидите СТО. Если же вы приезжаете на страну, я говорю, посмотрите СТО, есть ли в нашей стране или нет. В Африке же очень много СТО. Действительно, в нашей стране их нет. Это было возможно благодаря тому, что мы начали глубоко размышлять. И если глубоко размышлять, это вполне возможно. Как создать машину, которая не ломается? Знаете, может быть, кажется, что это невозможно. Надо найти те запчасти, которые чаще всего продаются, потому что это значит, что они чаще всего ломаются. И сейчас действительно в США дают гарантию на 10 лет. Подобные вещи они дают нам читать мои лекции. у нас нет нефти, но мы же через продажу нефти мы получаем большие деньги. Знаете, когда США переработают нефть, тогда октановое число у них 95, а в Корее же октановое число 97 всего лишь. То есть, наш нефть, бензин, намного лучше, чем в США. И в США, когда ты заправляешь машину, даже чувствуется, что там бензин хуже. И поэтому многие покупают именно корейский бензин. Мы покупаем нефть из Ближнего Востока, потом перерабатываем и потом продаем бензин за границу, а из остатков мы делаем асфальт, и таким образом у нас есть хорошие дороги. То есть, мы должны размышлять глубоко. Знаете, не просто ты раз пришел на собрание и все. Если мы глубоко размышляем, а у меня есть такая сторона, а у меня есть такая темная сторона, и я должен от них избавляться, и когда я становлюсь ближе к Иисусу, постепенно я становлюсь человеком Иисуса. Знаете, вашу старость, если вы будете охранять, и если Иисус будет охранять, это будет разница как небо и земля. Ваше имение, если вы будете собирать, и когда Иисус будет давать ту же разницу как небо и земля. Знаете, в этот раз мы продолжаем создавать книгу, и мы создаем книгу по майнообразованию, а в этот раз мы создаем новую книгу, комиксы на библейской истории. И, знаете, всем прочитать Библию очень сложно. Однако мы хотим сделать комиксы, которые можно, знаете, за два дня прочитать полностью. И я много читал именно комиксы, сделанные на библейском сюжете, но были некоторые недостатки у них. И поэтому мы хотим создать свой сборник комиксов на библейские сюжеты. В этот раз, если мы сделаем книгу, я думаю, что где-то до июля мы сможем создать эту книгу. Потом мы хотим их издать в США. Если они будут хорошо продаваться в США, тогда потом мы хотим их продавать в христианских странах. И в конце мы хотим со скидкой продавать в Израиле. За очень низкую сумму мы хотим продавать в Израиле. Знаете, в прошлый раз я отправил 100 тысяч экземпляров книги «Секрет прощения грехов и рождение свыше», и мы бесплатно раздавали зрителям рождественские кантаты. И американцы, они такими джентльами, они сказали, «Нас два человека пришло, поэтому мы только одну книгу возьмем». Кто-то говорит, «Нас четыре человека пришло, поэтому мы возьмем только одну книгу». Но когда мы их раздали, они стали настолько популярными, и поэтому начали дополнительно заказывать. И поэтому сказали, «Тогда в этот раз будем продавать уже за 12 долларов». И заказали 80 тысяч экземпляров и продали их. И я начал зарабатывать. Я не был заинтересован в заработке денег. Я хотел, наоборот, бесплатно им давать. Однако я начал давать бесплатно. Тогда американцы все начали читать эту книгу. И потом, знаете, один пастор прочитал эту книгу и говорит, «Вы можете 200 экземпляров этой книги дать?» Мы спрашиваем, «Зачем? Я хочу дать всем нашим братьям и сестрам, чтобы они прочитали эту книгу». Это было удивительно, как Господь Бог действует. Знаете, Господь Бог, Он… Потому что это тоже является, да, передавать Евангелие через книгу, поэтому тоже хорошо. Мы хотим жить новой жизнью. И если Господь Бог будет обновлять нашу жизнь, тогда через вашу жизнь Господь Бог будет, да, получать славу. Я верю, что ваша жизнь будет благословлять, да. Я тоже испытывал, будучи пастором, разные трудности, но я никогда не сожалел о том, что я стал пастором. Бог поставил меня пастором. Я был благодарен за то, что Господь Бог использует меня. В последнее время многие представители правительства хотят слушать лекции, и поэтому многие приглашают меня за границу. Да, порой бывает, что я плохо себя чувствую, да, болею. Ну, когда становлюсь за кафедрой, я не чувствую боль, у меня есть радость и веселье. И когда я думаю, что они получат спасение, тогда, представляете, те люди, которые должны были оказаться в аду, «Через меня, Господь Бог, Ты спасаешь, я благодарен Тебе, Господи». Даже если всю мою жизнь отдам, мне будет не жалко, Господи. Бог открывает путь, чтобы я мог передавать Евангелие. Я за это благодарен, дорогие братья и сестры. Знаете, спасение не просто так происходит. Действительно, многие проливали свою кровь и сохранили эту Евангелие. Я желаю, чтобы вы передавали Евангелие. Молитесь, чтобы Евангелие распространяли одность. Я желаю, чтобы вы тоже посвятили вашу жизнь Евангелию тогда, когда через вас получат спасение тогда. Уже два человека потом могут соединиться, потом десять человек. Если еще приложить Божье сердце, тогда еще больше людей получат спасение. Не просто живите. Я желаю, чтобы в 2020 году... Я не забываю, когда у меня день рождения, но забыл, какой год. Я желаю, чтобы в этом году вы трудились ради Евангелия, чтобы многие люди в 2020 году получили спасение через вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова